джесси смотри я себе купила игрушку смотри тихо 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 надо ценнику брать веронику подожди она еще ей надо ещё познакомиться ребят всем привет короче сегодня я походу шиканулом нет я конечно хотела дорогие пельмени чтобы настолько это это ребята 550 рублей 550 рублей понимаете сколько тут вообще грамм тут не килограмм тут 800 грамм это они насколько должны быть вкусными сто процентов мяса собственно собственного производства ну конечно мира торг ну блин 550 рублей нет я буду вместе с вами есть тесто из муки высшего сорта собственное производство нас и натуральные специи со сливочным маслом господи состав фарш свинина говядина вода питьевая масло сливочное сливки лук соль перец черный чеснок тесто мука пшеничная высшего сорта вода питьевая яичный порошок соль масло подсолнечное ну лук он везде есть но он же там не огромными кусками я буду есть со сметанкой со сметанкой со сметанкой так что-то еще снег ну я все только что пожрать дала черный перец нет я буду чисто нет я буду нет я буду с паприкой что такое что ты мне рассказываешь спасибо мне говоришь да спасибо говоришь тебе в пакет надо вот так вот это понимаешь что на столе лежать как бы ну чуть-чуть некрасиво да понимаешь да понимаешь да что там у нас в пакете снега снега что ты там все сожрал все сожрал молодец будешь со мной пельмени есть будешь пельмени есть так ну что снега открыли мы с тобой ты пошел мы правильно идти открыли мы с тобой тебе ниточка ниточка на хвостике ниточка подожди так открываем открыли вернее эти шикарные пельмени сколько штучек будем варить шесть семь восемь так ну это надо делать и не так аккуратненько так восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать у меня сегодня праздник живота быстро мешаем мешаем так можно лавровый листик докинуть все водичку я посолила ждем наши элитные самые вкусные в мире пельмени не разварились было бы удивительно если по не конечно распались опачки смотри сам ко мне прыгнул в тарелку так ее последний давай сюда мы дам еще три целых пока откроем сметанку так ну мы один так затестим посмотрим ну ничего так мяско прям такое нормально ну конечно ему надо кушать целиком потому что там написано вот со сливочным маслом внутри смотрите вот он так ну-ка ты идешь кушать вероника уже остыл пельмешки-то вкусные только тесто если честно какое-то жесткое может их еще надо было поварить тесто жесткое капец и масло внутри нету сливочного где сливочное масло в этих как их там подождите немного сейчас посмотрим вот в этих вот бульменях это больше мясо ой масло бульона внутри а тут его ни фрина нету но тесто какое-то жесткое так ну ладно будем есть что их еще наверное надо было поварить так они не знаю как-то суховатенько короче у нас тут такая ерунда случилась мы сидели спокойно смотрели телевизор собирались уже спать и слышу щелчок короче выбегая в коридор свет везде отключился на кухню забегаю и в общем из-под потолка идет дым и пахнет прям гарью горелым и под потолком вот именно вот такой дым я конечно все везде сразу отключила я не знаю что сделать потому что там явно что-то загорелось там что-то взорвалось и я без понятия вообще что делать я вообще не знаю что делать вообще не знаю что делать надо здесь из розеток розетки все в розетку больше ничего нету ни у кого они туда к другое короче нельзя сидять я боюсь дети у меня он же в подъезде стоят это жесть надо как-то попробовать включить это конечно это очень не смешно это жопа какая-то полная надо короче как-то кухню отключить щитки кухню отключить в щитке а какая там кухня я не знаю что делать вызывать электрика он как под подлезет он под потолок в общем надо в щитке вот в этом найти где кухня отключается буду гуглить короче ребят мы на кухне все выключили будем завтра вызывать электрика но суть в чем мы взяли чайник я не знаю как вообще так получается мы его не включали но он горячий и он сгорел тоже я не понимаю то ли это чайник но дым то был на потолке это надо и вот я не могу его отодрать тут то сейчас ничего не должно загореться это сгорел чайник но почему дым на потолке и что или как а я бы сейчас оба воткнула в розетку как он горел сгорел отсюда воняет вот этот запах понюхай вероник нифига себе ты его и главное что самое смешное но это сейчас смешно вчера это было страшно наверное они у меня как дым это все пошел они сразу все вещи забрали обувь я себе на куклу тимош-ли-мошку крути все вещи в охапку и все и в подъездах на кофте взяли штаны взяли блин это пипец конечно самое главное это мои куклы мои вязать ой капец не ну было реально страшно потому что все в дыму началась паника что делать что звонить пожарную кому чего вообще неизвестно вот я честно я не знаю что в такой ситуации делать как бы пожара нет дым есть еще да все выключили что дальше тем более ночь в общем сегодня мы ночью толком не спали но мы поняли что это был чайник в итоге потому что от него вот эта вся вонь была но только я не поняла каким образом вот этот дым оказался наверху на потолке и совсем другой части кухни я не знаю ну видно было что чайник да он сгорел но вы сами видели что вот эта подставка даже прилипло да в общем да ну думаю сейчас все в порядке то что в другой части он оказался наверно из-за того что там вот вытяжка находится и туда начала вытягивать и поэтому он был там ну а как еще это объяснить вот ну вроде сейчас все нормально сейчас надо купить чайник какой-то недорогой я вообще я даже не представляю сколько чайники стоят ну а цене после школы пойдем зайдем а я вообще чайник не покупала это чайник родители дарили совсем дешево надо хотя бы какой-нибудь средний купи чтобы он не сразу сломался так что вот у нас что не день то какие-нибудь приключения до вероник это не чайники нужно самый дешевый сейчас посмотрим что тут есть 1590 я даже не буду смотреть какой он там 1590 1290 наверное возьмем за 990 рублей и все будет нормально остальные все какие-то очень дорогие вот наверно беру стенки вот этот вот за 990 беру или вот этот так ребят наступило утро давайте протестируем чайник наш за 990 рублей гарантия год я думаю он не доживет нравится когда все поначалу такое новенькое чистенько он уже хелли дышит посмотрите давайте наверно сода и вода прокипятим и и А ну обычно у чайников вот здесь не должно нагреваться, что-то тут вообще не задеть. Капец. А у того у нас также было? Нет, я не помню.